Недавно я читал лекцию в своем родном вузе по когнитивным искажениям и эвристике. Говоря простым языком, это такие штуки, которые сильно упрощают человеческие познавательные процессы, а в особенности мышление. Происходят эти упрощения по разным причинам, начиная от недостатки информации, заканчивая применением своего прошлого опыта в новых, неподходящих для этого ситуациях. Самое интересное, что эти когнитивные искажения, это не какие-то исследовательские сложные штуки, полученные в лабораториях, это те вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и в том числе, когда играем в компьютерные игры. А вы знаете, как я люблю рассказывать про научпоп-психологию внутри нашей с вами Доты 2, а учитывая, что многие в комментах все просят подобные ролики, то получайте. Сегодня мы поговорим о ваших познавательных ошибках при игре в Доту, которые вам немножко руинят и снижают количество удовольствия от игрового процесса. За Интернешнл входят в свою финальную стадию, но согласитесь, нету никакого ощущения праздника в Доте, ни тебе батлпасса нормального, ни ивентов хороших, в общем, одно разочарование. Но чтобы все это дело скрасить и устроить себе праздник самостоятельно, я рекомендую пройти осеннее приключение у Дота Лут. За первые несколько заданий по типу подписаться на группу ВК или изменить никнейм в стиме, ты сразу же будешь лутать свои первые шмотки. За каждый 15 левел приключения ты будешь лутать себе гарантированную новенькую аркану на аккаунт, но если закроешь прям весь ивент, то получишь супер дорогущий сундук с разными призами. К примеру, из него можно выбить драконий хук на пуджа. Помимо этого, на сайте ты можешь прокачать свой компендиум, ну, к примеру, хочешь ты получить свою коллекционную эгиду. Тут для этого есть специальные трэшерки, открываешь их и лутаешь ловела прямо себе на аккаунт. Ну а также не забывай, что если ты открываешь сокровищницы на сайте, то ты автоматически апаешься в топе игроков и борешься за очень ценные призы. Тут, если что, буквально каждый день раздают призы. Так что прыгай в закреп, забираем ее ссылку и промокод на плюс к депозиту, ну а также помни, что на сайте тебя уже ждут два халявных предмета. Начнем с важного пояснения. Для обычного плеера игра в Тоту, как по мне, четко делится на две составляющие. Первое это ваш скилл, ваше микро, умение бить крипов, правильно мываться и вовремя нажимать способности. На некоторых героях также есть микроконтроль за нескольких юнитов. Здесь же находится ваша реакция, то с какой скоростью вы принимаете решение или делаете блинкаут от оппонента. А дальше идут ваши актуальные знания по правильной раскачке и айтем билду на героя. Ну и закрепляется это все вашим макроскиллом. По сути, это основополагающая часть умения играть в Доту. Мерила, по которому можно отличить профессионального игрока от простого паверского задрота. Думаю, пояснять, что такое макро не нужно. В интернете миллион роликов и статей на этот счет. Все вышеперечисленное можно описать как скилл, совокупность навыков, которые вы приобретаете, если регулярно играете в Доту. Вторая же составляющая, которая есть у любого игрока, это его когнитивные особенности. Как раз то, что нас сегодня и интересует. И эта составляющая для обычной игры в паблике точно имеет не меньшее значение, чем скилл. Не верите? Доказываю. Игра в Доту это многопользовательская игра, успех в которой во многом зависит от внутрикомандного и межкомандного взаимодействия. Думаю, вы не раз проигрывали игру после того, как вы или ваш тиммейт типнули своего мидера после очередной ошибки. После чего его неокрепшая психика давала сбой и он поэтапно выкладывал на пол свои вещи и моментально превращал их в пыль. Дальше чаще всего идет непродолжительная игра 5 против четверых и закономерный луз. Неужели вы проиграли эту игру из-за своего скилла или из-за скилла своего тиммейта? Вовсе нет. Вы проиграли, потому что сила воли вашего мидера слабее, чем кнопка типнуть. Его когнитивные особенности не позволили ему адекватно отреагировать на ситуацию и продолжить игру. И скилл тут совсем ни при чем. Какие же основные когнитивные искажения не позволяют нам побеждать в играх, а что напротив нам может посодействовать? Чтобы это узнать и проиллюстрировать, я сыграл всего лишь по две игры в абсолютно разных условиях. Все игры я играл на саппортах и я всегда играл на победу. И именно на примере самого себя я буду вести рассказ, так как я могу отследить, что же происходит у меня в голове. Первые две игры я сыграл на своем мэне. АВГ 5600, 11000 порядочности. Это один из тех рейтингов, где люди очень сильно потеют за ПТСы. Тут вы редко можете встретить какого-нибудь пивного игрока, который нажимает поиск for fun. А все потому, что здесь мужчины усердно борются за аптитана на аккаунте и получение своих первых циферок. Другие две игры были сыграны в противоположной ситуации. На скрытой овераге в 2500 ммр, на аки со смурфпулом и лоу приорити. То есть в ситуации, когда за вас и против вас могут попасться самые разные игроки. Как вот этот вот медовый ВК с умопомрачительной сборкой радианса через Тарисман оф Эвейджен. Да, у этого паренька 2500 ммр и почти 5000 матчей. Фундаментальная ошибка атрибуции. Об этой штуке я уже раньше рассказывал в своих роликах. Звучит очень заумно, но суть предельно простая. Зачастую люди склонны оценивать свои неудачи, исходя из внешних условий. А неудачи других людей расценивать как следствие их собственных ошибок. Эта штука в разной степени, но присуща абсолютно всем дотерам, поверьте. Ну это знаете про тех ребят, которые постоянно говорят фразы в стиле «Ну для себя я игру выиграл» или что-нибудь в стиле «Да я 1х9 играл». То же самое работает и при победах. Как часто вы, сделав полтора полезного мува за игру, особенно близко к концовке, потом пишете в волчат «Соло» или вот вы сыграли с положительным КДА, как и почти вся ваша команда, и вы будете в полной уверенности, что именно вы внесли основной импакт. А ваши 4 балованчика, ну, чисто были статистами. Замечать свои хорошие мувы и отрицать большую часть ошибок – это одна из важных составляющих фундаментальной ошибки атрибуции. И поверьте, я тоже часто впадаю в такое когнитивное искажение. Вот, к примеру, моя игра на Мэйне, где я пикнул пятерку Феникса. Так как со мной на линии стоит человек с рангом Титан, у меня есть некоторые когнитивные искажения на этот счет. Я знаю, что в большинстве случаев люди, играющие на фантомке в подобный контактный матчап с милишной тройкой, будут покупать себе коррозию и быстрое ПТ, чтобы мы постоянно разменивались героями на линии и могли ответить, если против нас будут давить под тавер и играть агрессивно. Учитывая то, что у оппонентов довольно агрессивные герои. Как итог, я выхожу с лайна 0-5, а моя фантомка имеет стату 1-3. И тут, естественно, срабатывает фундаментальная ошибка атрибуции. Свою неудачу я списываю на обстоятельства, мол, моя первая позиция неправильно закупается на линии и вместо того, чтобы купить коррозию, покупает себе корнокопию без сапога. В результате чего мы как бы проигрываем размены, а вот ошибку фантомки я расцениваю как ее низкое понимание игры, а не влияние обстоятельств, при которых я, например, умер, ну там, два раза за 4 минуты. Разумеется, в этой ситуации есть и моя ошибка, которая состоит в том, что я должен был проверить квикбай фантомки, понять, сможем ли мы отвечать на агрессию и все в таком духе. Но, разумеется, в процессе игры мне это недоступно, так как работает когнитивное искажение. Причем замечу, что все это лишь результат моего познавательного ожидания, которое сформировано на прошлом опыте лайнинга с игроками на фантомках на вот этой вот овераге. И вместо того, чтобы подстроиться под новую ситуацию, я пытаюсь играть исходя из ситуаций предыдущих. Это, кстати, отдельное когнитивное искажение, которое называется ивристикой привязки, когда решения смещены в сторону ранее полученной информации, которая становится своего рода якорем. Чтобы избежать таких штук, нужно быть готовым воспринимать новую информацию прямо во время игры. Да, конечно, ваш прошлый опыт это очень важно. Умение стоять с определенными героями или против каких-то конкретных чаров нарабатывается с играми и является очень полезным навыком. Но важно помнить, что каждый игрок это в первую очередь человек со своим отношением к игре, со своим видением и своими когнитивными особенностями. И в каждой игре этот человек будет разным, ну если вы, конечно же, играете в соло. Возвращаясь к фундаментальной ошибке атрибуции. Хочу заметить, что касается она далеко не только лайнинга, но и игр в целом. На большой дистанции у многих игроков из-за этого когнитивного искажения складывается ложное впечатление о своем уровне игры. Поверьте, то количество людей, которые пишут мне заявки на ММР не показатель в полной уверенности, что если бы им не руинила команда, то они бы имели 100% винрейта и, скорее всего, играли бы на Инте, составляет примерно добрую половину всей популяции дотеров. Понимаете, когда все свои достижения вы расцениваете как результат только своих усилий, а все неудачи для вас это результат внешних воздействий, то у вас формируется очень сомнительное убеждение в своей компетентности. Мол, я Д'Артаньян, все вокруг бездаря. Но разрушить эту иллюзию очень-очень легко, просто посмотрите пару своих реплеев. К примеру, вот чем закончилась та самая игра на Фениксе. Ты прыгаешь, когда в тебя чайник летит? Зачем? Подожди, пока он в тебя прилетит, и потом прыгни на меня. Ты что прикалываешься надо мной? Ага. 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 Давайте проанализируем. Я вот под конец делаю ультра киллы, и моя команда после этого ломает трон. В моей субъективной картине это именно я выиграл ту самую игру. Хотя если посмотреть на нее со стороны, то можно заметить, что, к примеру, Темпларка в сухую выиграла мид у Эмбера, не дав ему засноуболиться по карте. А Фантомка, несмотря на свои ошибки на линии, просто продолжала бить крипов, и таки добралась до Шарда и БКБ, что позволило нам выиграть пару важных тимфайтов. Но так, чисто между нами, очевидно, что это я засолил игру своей суперновой. Еще одно когнитивное искажение касается нехватки вашей информации, или же приоритета какой-то конкретной инфы. Это может работать как в узком смысле, к примеру, вы не видите врага на карте и сразу принимаете решение, что он на Рошане. Бьете с Мака, бежите в Рошпит, а Рошан еще даже и не апнулся, потому что вы его банально не затаймили. А враги просто с его в этот момент бьют лесок или стоят АФК на базе. Ну, у вас на Лоу ММР это довольно часто встречается, согласитесь. В этой ситуации вы выставляете в приоритет информацию с мини-мапы, при этом пренебрегаете объективной реальностью, которая выражается в таймере того самого Рошана. Раньше, чем за 8 минут он просто не ресается, по правилам игры. А есть еще более широкий смысл этого искажения, когда ваше знание о тиммейтах на определенном рейтинге перекрывает объективную реальность, происходящую в игре. Для иллюстрации показываю вам игру в лоу-приорити, тут я играл на инче, и вроде как исполнял что-то типа пятой позиции. Ну, в стиле крипов на линии я не бил. А, тут такой герой. А я не думал, что здесь будет бэтрайдер вообще стоять. Ой-ой-ой, убегай, да, хорошо. Скажи, он побежал от меня. Как же они убегают от импетасов, это просто. Они реально рассчитывают, что они убегут, типа скроются от него, но в хайграунд забегут, и он миссанет, я не знаю, что. Типа. Правильно я сделал, что не качал вообще второй спелл, зачем. Килл в два, это настолько поломано, эти восемь лечения в секунду, это просто. Как же у меня герой фантастический. Ой, там фантом, фантом, ел. Что? Нет, я не верю. А, герой 4, получает ранг 21 сентября. Ну, то есть, да, типа от героя там, наверное, 3 до легенды 1, разброс какой-нибудь такой. Не хотят со мной давить, кажется. И хотят, непонятно. Опа, летит обидно. Хорошо. Да. Бля, почему он реально не успел улететься на базу, серьезно? Нет! Господи, кристалли с Транквилой вот сюда. У вас же, у тебя герой 2, блядь, ну у тебя 2000 рейтинга, но не собираются так на 2000 рейтинга уже тысячу лет. Тут ивристика приоритета работает в первую очередь потому, что я не доверяю ни одному из своих тиммейтов. У меня есть установка на то, что на ранге герой точно отсутствует тимплей и понимание доты 2, а уж тем более в сингл-драфте, где ребятам дропаются 4 анандомных героя. Также ивристика приоритета работает на мою раскачку. Конечно, правильно было бы качать сенчанты, искать нужного крипа, под все это дело выходить там под мид с условной катапультой и в целом реализовывать героя по макро, в чем, собственно, и силы инчи на ранних ловелах. Но я пренебрегаю этой информацией, так как приоритет я ставлю на собственные силы, а не на тиммейтов. Поэтому в QuickBuy у меня появляется перчатка обогащения. Я играю целиком на себя. И тут важно отметить, что далеко не всегда когнитивные искажения это плохо. Есть ученые, которые полагают, что когнитивные искажения это просто результат адаптации, и наш познавательный аппарат просто адаптируется к большому количеству ситуаций, минимизируя свои усилия. Именно поэтому и появляются те самые эвристики, упрощенные мыслительные процессы, которые пытаются сберечь наши внутренние ресурсы. И конкретно в этом примере все работает именно так. Я берегу свои собственные ресурсы, так как не полагаюсь на команду. Мне абсолютно не важно, кто и сколько будет бить лес. Я пытаюсь выиграть эту игру независимо от тиммейтов, и их действий и конкретно в этой игре все работает. Но если бы работало в каждой, то у всех было бы 13 ммр, так что когнитивные искажения лишь иногда приводят нас к вин кондишену. Опять же, как этого избежать? Нужно пытаться анализировать ситуацию в рамках одной игры. Конечно, вы не можете забраться в голову тиммейту и узнать, собирается ли он тельтануть в ближайшие 10 минут и поломать шмотки. Но проконтролировать происходящее и минимально определить ник повествования одной игры вы точно сможете. Чтобы это проиллюстрировать, вот вам еще одна игра с моего мейна. Тут я уже играю на четвертой позиции. И тут важно поговорить о принципе фокусировки. Максимально простое объяснение этого процесса звучит так. Представьте, что ваш мозг работает как увеличительное стекло. Он обращает внимание на только одну сторону какого-нибудь процесса. Может рассмотреть его детали, особенности и условия. Но при этом он игнорирует информацию вокруг. Принимая какое-либо решение, мы склонны полагаться на выводы, основанные на ограниченном количестве легко доступной для нас информации, а не на больших массивах менее согласованных данных. Просто потому что первое намного проще, чем второе. И это искажение также работает как с положительной стороны, так и с отрицательной. Если мы опять же пытаемся перенести это на Dota 2. Давайте посмотрим за ходом вот этой вот игры. Все, 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 парни, я понял, вы крутые, вы нереально крутые. У вас линия, кстати, встала, парни. Ну так, я, by the way, пачку крипов на фантом лансере пропустил. Не, ничего, парни, я только за, только за. Бегайте за мной сколько хотите. Линия у нас выиграна. Уже бегать на первом левеле, там на втором, за вражеской пятеркой, вот сюда куда-то, это такой бред. Ну типа на керри. Стой, бей, крипов, тебя оставляют фулл экспу. Суппорт, пусть он там бегает на своей пятерке, занимается хуйней. Давай, бро. Не, на париж не стоит феникс, акса. Братишка, бармен. У вас тавер падает, дружок. Так, мне бы четвертый левел, лотосик законтролить. И в целом пойти, я не знаю, просто вайпера хую бьешь, наверное. Так, ладно, все тут уже задемонтирую стайвер. Пойду законтролю руну мудрости. Акс у меня просто сейчас будет качать всю мапу. Восьмая минута. У меня у акса вангард даггер, блять. Вот, в линию постояли. Не, зато фантом лантер побегал вот здесь, вот за мной, вот сюда побегал. Не, нормально, все, все здорово, все круто. Не, понятно, что они, ну, это невыигрываемая линия, наверное, была. Для парижина, который не банит биг кэмп против феникса, акса. Ну, то есть. Они могли хотя бы не так сильно обосраться. Они могли бы даже 50 на 50 постоять. Просто, понимаете, когда на второй минуте у вас стакается два ранжа и там три, двойная пачка просто у акса под тавером, значит, что вы что-то не так делаете вообще. Может быть не в доте, может быть в жизни. В этой замечательной катке я опять же основываюсь на своем личном опыте. Я привык, что если на стадии лайнинга человек ведет себя адекватно, выполняет дефолтные задачи и может реализовывать своего героя, то, скорее всего, на этом ММРе по игре он как минимум будет стараться играть в доту и не будет руинить. За много лет доты я уже примерно смог научиться оценивать потенциал, ну, там, импакта своего тиммейта, исходя из минимума информации о нем. Конкретно здесь, тройка смогла отзонить вражескую 5-пост, когда я пулю бигкэмп, он молодец. Тройка стоит и качается, когда вражеские герои тратят время на бесполезную беготню, он тоже молодец. Тройка своевременно заходит за Т1 и пушит тавер с приходом катапульты, опять же, молодец. Он точно что-то понимает, и в дальнейшем я могу хоть как-то полагаться на этого игрока, я понимаю, что он будет играть в доту 2, но при этом моя фокусировка работает не на всю команду в целом. Я не знаю, насколько хорошо мои остальные кореша отстояли свои линии, например, первая и вторая позиция. Может быть, мой медовый снайпер захочет покачаться до 50-й минуты, ну, или блатсикер не захочет своевременно пойти забрать Рошана. Эффект фокусировки в этом моменте, по сути, ограничивает мои возможности положиться на тимплей и команду, поэтому после шмотки для драк на ранних стадиях я покупаю себе медасик, так как я не обладаю необходимой информацией о возможности моих двух коров выиграть мне игру, поэтому я строю своеобразный план Б. Насколько это правильно, оценить можно только по результату игры, которую мы выиграли, кстати говоря, но надо признать, что все мои тиммейты вовремя подключились и смогли закончить рано, но так как заранее мне исход, естественно, неизвестен, мы и начали опираться на этот эффект фокусировки и поставили себя в квикбай медас. Не знаю, вот попадается игра против тебя, Никита Калифорния, вот Никита Калифорния, вот 4000, а, но у него 955 матчей, может быть он просто купил аккаунт, но играет он как будто на ранг страж. Ну и заключительным на сегодня эффектом, который, я думаю, вы встречали довольно часто, является ретроспективное искажение, или ошибка хайндсайта. Это склонность ошибочно воспринимать события как неизбежные и вероятные после того, как они уже произошли, и на основе них строить ложные причинно-следственные связи в будущем. На лоум ММР люди привыкают к тому, что условный антимаг фармит 30 минут, и потом не вносит никакого импакта, так как на лоум ММР большинство антимагов играют довольно слабо, а в дальнейшем уже само наличие антимагов в команде еще до начала игры уже заставляет некоторых игроков выдавать более слабый перформанс в результате сниженной мотивации. Она выражается в фразе «Ясно, луз до крипов, сносите, чел пикнул», ну а дальше идет название героя. Сами понимаете, что вместо антимага может быть абсолютно любой герой, который вам не понравится в первые 100 часов игры. То же самое происходит и с лесниками. Вот ты привык, что условный лесник это автолуз, и все, теперь ты играешь с этой установкой каждую игру. По итогу даже лесник на лоум ММР может выдать свой импакт, а какой-нибудь оффлейнер может спокойно поставить лайнд соло. Я это показывал много раз в своих роликах. Но когда эта игра проигрывается из-за пары ошибок, не связанных даже с пиком или его исполнением, все равно найдется игрок, который скажет, что катка была проиграна с нулевой парни, зачем вы вообще это играли? Как, например, вот в этой игре из лоуприорити сумма по мрачительным брыскингом с медлиния. Нормально. А нахуя вы видите? А? Это для поддержания командного духа, очевидно. Что-то они не из ниоткуда появились, блин. Блин, просто реально чемпионы мира, почему они в пятером ломают меня? Мне нравится, что он волевой человек. Он не стал покупать себе какую-нибудь шмотку на разгон, которая позволит ему купить себе этот радик минуты на 14, там, не знаю, медас, там, не знаю, перчатку хотя бы на скорость. Там он просто постоял в мид, купил себе сапог, купил себе Тарисман оф Эвейджен, чтобы, ну, крипы так сильно не дамажили, правильно? Вот и весь разговорчик. Ты купил лотус себе купил, серьезно? Дикольно. Шопингуйте на эти варны, я не буду вам ничего снимать, мне вообще насрать, парня. Это через всю мапу полетите, смотрите. Это варлок, вот, бросил своих пацанов. Никогда не улетайте из файта потенциального на вражеском вижене, потому что они сразу понимают, что можно таскать, дать пизды, сломать колени вашим корешам. Парни, я только побежал. А, нет! Пока, пока, пока. Нормально. Хипать, я в страхе убежал под этим самым... Он что идет к нам? Я не верю. Все, он нафармил, 31 минута. Он умирает, чисто из-за того, что он дает в итоге лотус не в себя, а в какого-то другого героя. А, тут они в любом случае бы погибли все, но... Вот он, он пришел. Он ничего, ассист еще... 1-4-2. Да, блядь! Да убей их, пожалуйста! Сколько можно? Лично для меня такой ВК это, ну, абсолютная норма. Ну, это 2К Аверага, тем более лоу-приорити. Здесь вообще может происходить что угодно. Тут тоже работает ретроспективное искажение. Так как я предполагаю, что игроки тут вряд ли стараются ради победы, то я не жду от них какого-то сверхперформанса. Хотя, по итогу, ВК просто нафармил себе 4 артхаусных слота, потом пошел по трем линиям и закончил игру. Но я предполагаю, что на моем месте мог быть абсолютно классический дотер, который, увидев, как ВК долбит лес 30 минут к ряду, не поучаствовав ни в одном кире на карте, просто бы начал копировать его геймплей. Мол, лесник один есть, будет теперь 2. Вот он скажет и не хочет побеждать, я тоже не буду. Хотя, по сути, играть 4 против 5 вполне себе реально. А потом, если еще и король скелетов подключится на 40 минуте, так вообще будет фри игра. О чем же я хотел вообще рассказать в этом ролике, если кто-то не понял? Да о том, что мы с вами узники наших особенностей познания. Наш опыт прошлых игр, особенностей мышления и принятия решений в разных ситуациях очень сильно аффектят на наш скилл в доте. Вы можете быть ультра сконцентрированным корплеером, который реагрит каждого крипа, идеально микрит и ластхитит, но по итогу вас может затриггерить один неверный мув вашего тиммейта, и все, вы становитесь дефолтом 2к ммр пабером, который палец от задницы не отличает. Или напротив, у вас может быть когнитивная установка, что никто кроме вас никогда игру не выиграет. Когда за вас там попадается хорошая команда, внезапно вы можете в моменте получить нереальный кайф от тимплея, в который вы изначально не верили. Когнитивные искажения преследуют нас повседневно, и чтобы они не влияли пагубно на происходящее, нужно как можно чаще смотреть на себя со стороны, задавать себе вопрос, а почему я в той или иной ситуации поступил так, почему тильтанул, что можно было бы сделать, чтобы избежать этого, и почему я проиграл игру. Ну а начать это делать очень просто, возьмите, загрузите пару-тройку своих лузовых реплеев, и посмотрите игру с точки зрения обычного спектатора, а не игрока. В общем, старайтесь импроводиться, не ловите лишние когнитивные искажения, но главное, любите маму, уважайте папу, не сидите долго перед экраном, и пораньше гасите компьютер. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok